ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, да и хуй на него смотреть! А еще у нас один дурак был, он как-то набухается, когда пыли сверху накурится, совсем тогда идиот. Зимой и летом одним цветом это про него. Вот он. Он когда совсем идиот, все с себя снимал. Одежду, трусы, все. Вот сапоги оставит, гитару в руки и айда по деревне. Идиот! Орвет себе хуйню, стадобой машет на гитаре, наяривает, типа звезда театра. Все ходили смотреть, смеялись. Ему потом говоришь, когда нормально уже, а он говорит, да мне похуй! Так и нашли в сугробе. Без трусов, в сапогах и с гитарой. Хуй, дурак! Или вот еще мы с Серегой самогон, самогон, пражку ставили, да? Не с тем, у которого ход дома серии, а с другим. Флегу праги поставили. Хорошая получилась. Месяц стояло. А с маслом, если, то газы внутри будут. Весь процесс там, внутри. Там. Тогда открывать осторожно надо. А то крышкой по шкуру снесет. Или руки по самые яйца тоже. Главное не трясти. Не трясти вообще. В общем, бутылку масла туда. Серега, он здоровый. 105 кг. Или врет. По-моему, больше. Так толстый, как бык. Такой здоровый какой. Говорит, отойди, а я открывать буду. И отошел. Вон крышку. Тачпок такая. Вроде отсоединилась. И тут фляга как поползет. Яру. Бля, Серега, фляга декает. Прямо как сшивая такая. Поймали, конечно. Но все взболталось внутри. А плохо, когда взболтаешь. Фонтан как попер. А жалко же. Месяц ждали. Серега на флягу лел. Орет мне. На, Фа, ложись на меня. Не могу орать больше. Такая сильная брага вышла. Пока флягу ловили. Жена Серегина. Не знаю вообще, откуда появилась. С огорода Ширсара и пришла. А тут, опа-на. Стоит, как дура. Смотрит на нас. А мы орем. Серегу на фляге раком, а я на Сереге. Ну, вот тут я, конечно, не прав. Любая бы подумала, черти что. Ума-то у баб нет никакой. Я один раз набухался. Такие чудеса были. Лето, утро. Роса еще не сосла. А я к соседу пришел. Мне надо было сильно. Надо. А он машину чинит. Капот открыт. Снаружи только новые ноги и жопа. Я говорю. Слышь, Петро? А он говорит. В огороде там баллон стоит. Кружка на пне увидишь. Я в огород. Баллон сразу нашел. Ну, блядь. Среди помидоров синий баллон. Как не найти? От кислорода. Краник. Все как положено. Кружку сразу нашел. Кружку подставил. Краник открыл. Шампанское. Чисто шампанское. Вот давление такое. И запах. Прямо аромат. Выпил. Сел на полено. Закурил. Задумался о чем-то. Хорошо. Хотел пепел встряхнуть. Глядь. Ночь. И звезды на небе. Нихуя себе, думаю. Ушел потихоньку. А это утром спрашивают соседа. Слышь, говорю, что у тебя забрашка такая? Что ты накидал? Он говорит, так как всегда. Вода, сахар, дрожжи и кусок карбида. Конопля. Хорошая трава. Как табак. Только лучше. Я бы вот... Здравствуйте. Я бы вот... Я бы вот коноплю разрешил. У нас ее много росло. Целое поле росло. Еще для ментов. Вот где поле на суханке сейчас, там конопля росла. Курили ее потихоньку. Каждый себе по чуть-чуть сушил. Только себе. Много не брал. Себе только. Зачем много брать? А дядя Гриша приходит к моему отцу и говорит, ты зачем всю коноплю оборвал? А батя такой, я говорю, не брал коноплю. А что вы, говорит? Это дядя Гриша, говорит. Думали, думали. Решили сосед. Приходит к нему. А он, блин, коноплей кроликов кормит. Вот. Прям-прям. Коноплей кроликов кормит, вот. И говорит. А я, говорит, не рвал коноплю. Я, говорит, он напорил травой, нарвал. Говорит. Показывает на мешок. А в мешке конопля. Физик, блин. Кроликов он коноплей кормил. Урод, блин. Че тут скажешь? Я вот уже, уже вот давно не курю. Вот. Хули дедушка. Слушай, скажет внучке, кто, блядь, твой дедка, на плю курит. Убью нахуй сразу. Раньше у нас в деревне хорошо было. Хорошо, очень хорошо было раньше. Теперь-то не так. Ну, ну, тоже хорошо. Хотя и не очень. Да нет, хорошо. Хуже, чем раньше, но ненамного. А может и лучше. В общем, не разберешь. Спасибо. Лора Белый Иван. 51-я зима. Нафанайна Вилкина. Рома. Алексей. Спасибо. Оля, спасибо. Спасибо, Андрюха. Спасибо. Спасибо.